Пожалуй, друзья, и начну я, соответственно, с очень серьезного и интересного игрока. Александр Симпл. У него есть слава, у него есть скилл и у него есть аренян. Что ему еще нужно для счастья? Конечно же, сыграть в сегодняшнем шоу-матче и показать всем, где раки зимуют. Встречайте Александр Симпл Костолев. У-у-у! Неких аплодисментов, типа Ланна Исээля, а то Киольня просто взрывается. Друзья, его напарник не просто мастер КС, но и не сравненный любитель Грязюки, философ и просто накачанный парень. А еще у него вышел прекрасный мерч. Встречайте, Артур Злой Нерчу! Команда номер два. Любитель выключить звук в игре и шпилить противников в соло. Обладатель длинного носа и ухажер фруктозки. Встречайте, Сережа Десаут Григорян. Сенсей многих киберспортсменов и просто легенда КС, игравший почти во всех топовых клубах СНГ. Ему, кстати, не нравятся наши мониторы, но и похер, Сережа. Сергей Старик-Сыщук. Встречайте! Так, а как мы Серегу поместим? Сереж, садись сюда, присаживайся. Есть места. Микрофоны дайте нам один, возьмите себе один, пожалуйста. Спасибо большое. Держите, вам один и вам один. Друзья, сначала к вам. Сережа и Сережа. Получается, вы два Сережи? Да, можно желание загадывать, только садись сюда. Хорошо, сейчас сяду. Скажите, пожалуйста, не смущает ли вас в той команде один из парней? Какой именно? Ну, может быть, и Артур, но вот справа от него есть Александр. Не смущает ли его наличие в нашем шоу-матче? Вообще, немножко смущает. Чем именно? Ну, во-первых, Саша неплохо с АВП стреляет, я слышал. А вы в САВП играете? Мы не договорились еще. Ну, думаю, не договоримся. Можем без, если что. То есть, Саша согласен даже без АВП играть? Ну, это отлично. Саша проявляет уважение. Ну все, мы устраиваем этот договор, правильно? Без АВК, без копов или со скаутами и с скорострелками? Как считаешь, нужно. Ну все, без АВП и без скорострелок. Сколько скаутов? Ну, скаутов можно, если там на фор... Ну, это вообще супер. Все равно Сережа в микрофон сказал, что команде, возможно, не повезет. Сергей, почему вы так не уверены в своей команде? Я не уверен. У меня за последние две недели пять часов в Контр-Стрейке. А во что играли? Игры какие? Да. Гэнгбитсы всякие, Нейбр-Сикреты. С кем? С девочками. С одной или с несколькими? Со многими. Хорошо. Главное, что вы во что-то играли. И главное, что вы сейчас чувствуете себя хорошо. Конечно. Артур. Да, сэр. Вы акклиматизировались в городе Москва? Да, я уже как местный показываю всяким девушкам интересный город. Уже все классно, супер. Мне все нравится. Я готов играть. Я знаю, что ваша мама переживала, что вы всегда находитесь в окружении парней. Покажите, пожалуйста, общий план. Мы хотим передать привет еще раз маме Злова. Мамаку. Да. В общем, в Москве все продолжается своим чередом. Он все так же в компании парней, и мы это одобряем. Артур. Да. На кого будет надеяться сегодня ваша команда? Ну, скорее всего, Александр, конечно же, он хорошо играет. Но я не так хорошо играю, но главное – это мораль и умение слушать. Постребляю такое себе. Но всем остальном у меня замечательно. Я считаю, что… Согласен ли Александр с этим выражением? Конечно, конечно. Он будет просто поддерживать и кидать мне ганы. Мы уже вчера это обсудили. Я буду играть в гольф, а он будет бегать с палками. Александр, мы знаем все прекрасно, что последнее время вы больше уделяете время в отпуске игре Warzone. Скажите, пожалуйста, помогает ли Warzone в Counter-Strike? Конечно. Перед каждым игровым днем в Кёльне я играл Warzone. Если это вы помните Алексея. И стали чемпионом Кёльны. Да, вот и все. Поэтому играйте все Warzone и… И, блядь, пизду. Хорошо, друзья, мы готовы к драфтам. Мы готовы к драфтам. У меня есть монетка. Вот она, замечательная. Вы выбираете 2 рубля или Орел? 2 рубля, думаю, нормально. 2 рубля – это как цифры, мы выбираем цифры. Вы 2 рубля. Вы – Орел, соответственно. Это кто первый будет банить карту. Я думаю, выпадет Орел. Но мы выбираем 2 рубля. Орел. Вы первые баните карту. А какие вообще карты есть? Там Вертига, Эншент есть или… Эншента нет, есть Вертига. Вот, смотри. Ага, Инферно, Трейн, Нюк, Даст, Мираж, Вертига и Оверпасс. Смотрите, есть определенные правила. Вы считаете, сколько что написано? Да, правила… Оверпасс, оба плента без лонга. Давайте я вам сейчас прочитаю, чтобы… Так, серьезные правила. Давайте, чтобы вы были в курсе. Миняки, прочитай. Сейчас, чтобы зрители были в курсе, чтобы вы были в курсе. И Нюк – это охуенно. Инферно мы играем только плент-А без прохода Т в КТ базу. Трейн мы играем только плент-А без прохода Т в КТ базу. Нюк мы играем оба плент-А без рампы. Даст-2 – только плент-А без прохода в мидл. Мираж – только плент-А без прохода в джангл. Вертига – только плент-А без прохода в КТ базу. И оверпасс мы играем оба плента. Алексей, такой вопрос кто-то придумал? Это кто-то придумал. Нет, с Нюком – это прикольно. Нюк – интересно играть с двумя плентами. Да, там уже по улице пройти в секрет. Да, да, да. Я вам даю… Опять толпать контракт. Я вам даю вот это вот… Через вентиль. Там терпит. Сереж, я даю тебе в руки вот эту надпись, и ты из нее банишь. Я думаю, мы баним Вертига. Вертига банит команда двух Сереж. Мы баним оверпасс. Мы, соответственно, баним ДАС-2. Так, Артур, прям единственная карта играющая. Остается у нас Мираж, Нюк и Инферно. Мы баним Трейн. Что Трейн-то? Что, осталось Нюк, Инферно? Остался… Инферно, Мираж и Нюк. Инферно, Мираж, Нюк. Что ты хочешь забанить? Либо Мираж, либо Инферно я поиграл бы. Значит, Нюк баним? Или ты не хочешь сыграть? Мне… Давай, хорошо. Минус Нюк. Минус Нюк. Да. Сдается Инферно и Мираж. Что хочешь? Ну… Хотел бы сначала Вертига, но езжали его забанили, я там ПРО. Я бы с П90 рашил, гасил бы ТПОЛ, но я думаю, мы все-таки сыграем в Мираж. Да, конечно. С удовольствием. Мираж. Мы хотим Мираж. Хорошо. Команды решили, что мы играем… Как-то странно, если мы выиграли монетку, мы должны выбирать сторону, мы должны выбирать последнюю карту. Да. Пока еще… А ножи будут? Да. Пусть они выиграют сторону. Короче, в итоге тот, кто выигрывает монетку, он должен черкать вторым. Второй. Да. Мы чуть внесем поправление в ваши правила, чтобы они оказались более нужными для этого турнира. Тогда, получается, тот, кто выиграет монетку, банит вторым. Да. Нет, он может выбрать первым или вторым банит. Да, он выбирает, кто черкает. А так, получается, мы из последних двух карт не выбираем карту. Но пусть они выберут тогда сторону. Так справедливо будет? Ой, бля. Порежемся. 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 Да, go knife. Ну, пух. Пусть будет… Ну да, это ваш проеб, поэтому… Алексей. Алексей. Все. Хорошо, друзья, это наш некий недочет, назовем его. Да. Да, пусть будет так. Но, в любом случае, теперь у нас команды будут решать, тот, кто выиграет монетку, будет решать, кто первый банит. Он может решать, либо он банит первый, либо он берет сторону. Либо он берет сторону. Это… Ну, типа… В этом есть логика. На этом и порешаем. Ну, как говорится, про игроки в здании. Куда нам… Не щите… Босяцкой… Решать что-то. Мираж устраивает карту. Мираж. Устраивает карту. Мираж, король, Мираж. Устраивает карту. Мы про игроков играем только со скаутами. Ножи все-таки будут решать сторону. Окей. Все, друзья, спасибо вам большое за ваши пики-баны. Мы провожаем вас за компьютер и желаем вам удачи. Спасибо. Удачи. Спасибо. Погнали, брат. Не про тех пацанов. Присаживайтесь, Вячеслав. Мы сейчас тут буквально пару слов еще скажем про наших друзей из Bad Boom. Потому что сегодня у нас друзья из Bad Boom приготовили специальные линии для нашего шоу-матча 2 на 2. И вы можете у наших друзей из Bad Boom найти эти коэффициенты на сайте, перейдя по баннеру в описании. Вот, не появляются. Давайте посмотрим. Матч-виннер. Симпл. Симпл узлой 1.18. Десаут и Старикс 4.2 коэффициент на победу Десаута и Старикс. Не забывайте, что по промокоду Бустера вы можете получить до 1500 фрибетов на сайте Bad Boom. Заходите на сайт Bad Boom, выбирайте категорию киберспорт и подразделение Counter-Strike. Именно там находятся наши замечательные пары и очень сладкий и сладкий коэффициент 4.2 на пару Десаута и Старикс. Я думаю, очень сладкие-сладкие громчики. Просто показала на него. И в моменте мне захотелось его выебать даже. Что сделать? Вынести ему стакан воды. В стакан воды это всегда замечательно. Это всегда хорошо. Вячеслав, мы немножечко обсуждали ваш сегодняшний шоу-матч. Вы попали на страницу ХЛТВ. Блять, пизда вообще. Я так мечтал. Но вам не сделают ваши профили. Ну вот это хуйня. И почему-то... Чего-то я расстроился. Но ничего, Вячеслав, скажите, пожалуйста. Наш призовой 1300 долларов. Это практически 100 тысяч рублей. Да. За первое место. Да. Мы не будем его разделить на, соответственно, первый, второй, третий. Нет. Я тебе больше скажу. Знаешь, что мы будем делать? Сегодня вечером. Да. Сегодня вечером этот призовой фонд мы, соответственно, и прогуляем, как мне кажется. Но! Но! Так скажем, с позволения тех, кто выиграет. Правильно? Они не против. Они были не против. Ты уже знаешь сценарий, да, и кто выиграет? Не, я не знаю, кто выиграет, но все, кто есть здесь не против. Все только за. Вячеслав, скажите, пожалуйста, есть ли у вас фавориты в этом турнире? Слушай, мне кажется, все очень достойно ебашут. Кто занимался балансом? Я, как всегда. То есть ты сам все выбрал до сих? Сбалансировал. Сбалансировал до сих? Да. Ты его до этого балансировал? Слушай, я, знаешь, я занимался балансом с детства. Высший балансированный институт. Вот. Почему не Симпл в пару? Потому что тир один игрок. Именно стоп один рейтинг ХЛТВ. И вы тир один игрок. Какой тир, блядь, семь членов в жопу у меня, блядь. Нет, какой тир один игрок? Теплохой новый тир у нас появился. Хочу официальное введение на ХЛТВ. Не-не, какой-то я понос, блядь. Хорошо, Вячеслав, уже на данный момент на вашей трансляции находится 56 тысяч человек. Ой, охуенно. Спасибо всем, ребят. От души, блядь. Всем здорова. Маме привет большой. 64 тысячи. Ой, ёптвою, блядь. Мама, спасибо. Мама, точнее, без мата. Мама зарейдила. Вот это вырезаем. Мама, привет, очень люблю тебя. Очень. Сегодня мы позвали Громова, да он молчит. Катя, Катя, выздоравливай. Привет тоже. Что? Это вы нормальный вообще, меня одного оставили, я здесь сижу как этот. Сори, могу к тебе перейти, брат? Да. Нет, Громов сказал, что сегодня ваша пара не фаворит. Такой сам это знает. Я не должен выёбываться на него за это. Это его мнение. К нему вы не пересядете? Нет, не пересяду. Теперь точно. Смотри, прикол в том, что в этот раз я не буду выёбываться, когда я отсосу, если отсосу, никто не говорил, что я выёбывался. Хорошая тактика. Спасибо, брат. Я просто постараюсь показать хорошую игру. Сейчас я ещё друга принесу с его. Подержите. Пошёл за другом. Я не знаю, если он сейчас дождь принесёт в руках, это будет интересно. Я сначала подумал, что он пошёл за одним из петушков наших. Знаешь, вот... Сейчас будет очень неудобно. Вот хорошо он сидит втроём вообще на диване. Нас двое, кто трое. Ну, был только что трое. У тебя глюки, брат. Не выспался, парень, не выспался. Давай, давай. Вейкап. Не бойся, если ты один. Бойся, если ты ноль. Эй, ты. Ты чего сюда пришёл? Давай, садись сюда. У тебя надпись на футболке нельзя показывать в эфире. Я не знаю. Садись. Я пошутил. Давай, проходи. Давай, заходи уже. Ты это... Привет. Привет. Ты опоздал. Привет, Кирилл. Вы с вами? А, да, пошёл я нахер. Поскольку человек, который приезжает всегда, раньше всех, я такое сегодня подумал. Почему я не могу себе позволить приехать на 20 минут позже? Я выпил кофейку, встал вообще с кайфом. В школу так же ходишь? В какую школу, чё? Проснись, ты обосрался. А, Кирилл, спасибо, во-первых, за рейд сегодняшний утренний. И я бы хотел спросить у вас. Вы правда сегодня проснулись в 6 утра? Поспроситесь. В 6 утра вы проснулись сегодня? Да. Чтобы потренироваться к турниру и потом лечь спать? Я, короче, проснулся, поспал 3 часика и такой, блин, почему бы не потрениться? Я, короче, пошёл трениться и всё. После того, как вы потренировались, вы отдохнули, поспали? Ну, немножко, да. Ну, в общем, всё хорошо, вы готовы? Да, всё чётко. Кто для вас фаворит турнира? Я. А кто? Я верю только в свою победу. У меня нет здесь конкурентов, потому что я считаю, что нужно верить в себя и доказывать это на деле. О, самый горбатый человек. Садись туда, четвёртый. Здравствуйте. Присаживайтесь, для вас всегда будет местечко. Оператора туда посадите, туда сажайте. Чего? Кто это? Это Лысый из одного известного нам фильма. Все прекрасно знают его. Он не может быть рядом с нами, но это не звучит так, как будто он умер. Лысый, мы тебя любим. Нет, он сегодня будет здесь, и мы его тоже будем представлять обязательно. 192-й, наш замечательный Вадим, сегодня будет участвовать в нашем шоу-матче тоже. И в паре у него, кстати говоря, фандер. Можно, бля, по фейстайму, там номер может быть. Там номер может быть, давайте не будем рисковать, потому что мы ещё даже не успели начать турнир. Там не будет номер видно, нормально, звони. Для хайпа. Мы ещё подключим, Вадим. Подключим, конечно, у нас будет представление, Вадим к нам подключится через дискорд, обязательно. Один такой вопрос. Кирилл, как вы думаете, мы сегодня вообще будем комментировать, вот нас несколько, все не садятся на диван Громову, почему? Я даже, я даже, не, чтобы ты понимал, я говорю, здорово, Кирилл. Кирилл, да, пошёл нахуй. Кто это, бля? Я не знаю, я не знаю, вот я ещё сказал, какой-то Громов, вот какая-то собака там лает, я вообще не слышу, типа. А если я мёрт? Прикинь. Блё. А реально? Сколько, по твоему, нам будет больно это всё комментировать, кстати? Я не знаю, два на два турнира, как по мне, вообще, вот изистримить. Ну, типа, вот пять на пять, там надо, типа, там, что-то воды много лить, а два на два, что там, вышел, ебал, дал, да всё, закончился раунд. То есть ты не будешь сидеть на жопе две минуты подряд? Нет, я вообще не такой, я так не могу реально. У нас просто, знаешь, два представителя Na'Vi, там, все дела. Единственный раз такой был у турнира на ВАЗе против Станислава, у меня тогда так жопа сгорела, но сейчас я уже и так по лайту отношусь к этому. Ты смотрел, Турик, 2-0? Я, я. А, ты дочь? Я зато смотрю навишенные игры от Блэйда, стратегии классические, вот там у меня жопа горит нормально, на 10-секундных выходах какого-то. Герман, я слышал, что у вас есть вопросы. Я не знаю, какой здесь Герман, я интеграция. Человек Бэтбум. У нас, да, сегодня есть Человек Бэтбум на трансляции. Я хочу свой промик прорекламить. Прорекламить можно только один, это промокод Бустер. До полутора тысяч фрибетов не забывайте. А скажите, пожалуйста, какова готовность наших игроков, потому что мы уже готовы начинать, как мне кажется. Слушайте, я, наверное, пока отойду, чуть-чуть разомнусь. Вы, конечно, Кирилл, Петислав. На комментирование я приду, потому что мне надо изучить соперника. Конечно, да, вы можете отходить. Нет, сейчас играю первого Санни Симпла. А ты не против Санни Симпла? Нет, я против вас. А, реально? Да. Ну, хорошо, я не буду выебываться, я уже сказал. Все, пока всем. Хорошо, друзья. Ба, что-то такое. Я первый раз вижу, чтобы Слава не выебывался перед турниром. Типа, это знаешь, это как из разряда сказки какой-то. Я попал в другую, в параллельную вселенную, где Слава не выебывается на соперников. Что за хуйня? Походу, реально тренился жестко. Походу, там Санек вчера что-то ему подговорил. Они вчера в клубе сидели, тренили. Походу, он там реально какие-то манипуляции провел. Серьезные страты. Слушай, Слава сказал, что он балансил пары. Как тебе он забалансил? Охуенно, просто пиздата. Я такой, типа чел, который не играл три недели в CS, 7 piece, one love, пятюнючку в чатик. И я такой, зашел сегодня. Здесь все такие. Там все по две-то, три недели не играют. Ну вот, да Сянджек вроде там тренет. У него что-то там, я посмотрел нормально. Пока, у нас ножи, давайте мы посмотрим ножи. Да, спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо большое, что поговорили с нами. Это был Пока. Заряженные пятюнючки в чат у нас летят до сих пор. А у нас сейчас будет ножевой раунд. И вот они ребята, которые, соответственно, сейчас решат, кто на какой стороне у нас будет. Йосип Злой и Симпл против Старикса и Монки Десаута. Ребят, ваши ставки на ножи. Да, конечно, Симпл. У человека профессионализм там глубочайше. На самом деле, давайте скажем так, аналитика глубокая сейчас будет. Во времена Старикса очень много матчей решалось на ножах. Типа сейчас современные системы, где у тебя Map Decider и все дела, и очень редко бывают ножи. В старые времена Старикса там реально ножей было очень много. Они специально тренировались целыми командами, чтобы выигрывать по ножевой. И Старикс не проиграл ножи, что немаловажно. Команда двух сереж. Я их так называю. Сережки. Или звено СС. Господи, как же ты плохо. Я только сейчас понял про Сережки. Ну да ладно. Пусть будет так. В общем, команда Сергея Десаута и Сергея Старикса. И команда Саши будет простое зло, да? Простое зло. Простое зло. Просто зло и Сережки. Замечательно. Сережки просто зло. Нет, это замечательно. Все, что очень плохо, это всегда замечательно. А выбирать у нас будет команда Старикса себе сторону. Ну, либо команда Десаута. Я уж не знаю, кто там капитан. Ну, очевидно, это Диффен, скорее всего, будет. Скорее всего, это будет защита на Мираже. Напоминаем, что команда решила играть без АВП, без сигнатурного девайса Александра. Что, в принципе, может уравнять, хотя и не факт. Опять же, как вы думаете, внесет ли коррективы в это противостояние отсутствие АВП? Ну, определенно. Ну, с другой стороны, это хорошо, потому что игра будет более динамичной. Со скаутами так это вообще подавно. Но здесь ты понимаешь, что в КТЧЛ не будет стоять с АВКом. Саша же миллион лет назад сказал, что он не АВАПер вообще. Он Райфер. Ну, когда он берет АВП, думаешь обратно. Да, но я думаю, что идея в том, что он играет из АВП и с Райфлом совершенно одинаковый плейстайл. В основном, в своей зависимости, конечно, от того, что требует команда. Но он реально давно-давно сказал, что он Райфлер. Поэтому я думаю, что там без шансов... Или Рофлер. Или Рофлер. Или Рофлер, да. Нет, но сейчас можно в шо-матче и порофлить, что бы и нет. И то, и то в любом случае поможет сегодня, как мне кажется, команде Сережи и Сережи. Потому что не будет АВП. Возможно, они сейчас на таком неком бусте, что нас не будут убивать по КД, когда мы будем выходить из-под ямы или из-под ковров, или будем пытаться каким-то образом выйти из-под коннектора. Нас не будет ждать нигде вот это АВП. One shot, one kill. Мы будем пытаться хотя бы каким-то образом перестрелять своего оппонента. Посмотрим. Пока это только предположение. И каким образом у нас мираж может сложиться, непонятно. Самая главная сила команды Сережка. Вот. Сережки. Сережки, да. Это... О, двойное дно появилось. Так вот. И вы его пробили. Да. Мы его просто пробиваем эффективно. А я мистер Кринж. Мне вообще, в принципе, по барабану. Плюс сейчас, если вы тоже хотите пробивать двойное дно, как это делаем мы, а по поводу Старикса просто, я, честно говоря, как человек, который играл с ним некоторые, там, типа, парочку пабликов, условно говоря, он не умеет играть несерьезно. Он прям любит вот-вот-вот, прям всерьезочку прям зарубаться. Поэтому на шоу-матч он будет отдавать самого себя, типа, все свое мастерство и весь свой скилл, весь свой опыт. Поэтому это самая главная тема. Да, мы понимаем, что Саша Симпл, скорее всего, там, первые 5-20 раундов вполне вероятно будет просто на максимальном челе. Саня на Мираж выйдет, а что? А где ладаут? Где тишина? Где что? Ну, не забывайте, что это БО-1. Проигравший вылетает. Слава богу. Главное не потерять одну сережку, как это обычно бывает. Да, да. А то по пути там понеслась. Друзья, мы совсем-совсем скоро будем начинать. У нас, в принципе-то, команды готовы. И единственное, что мы ждем, пока они дадут нам отмашку и скажут, мы ready и мы сможем, соответственно, погружаться в этот Дэм Мираж. Давайте, если немножечко, вот, если мы возвращаемся к той самой ноте, про которую боятся говорить все профессиональные студии, тянем время, я могу так сказать. Ты умеешь. Конечно. Какой счет? Полагаю, 1-0. 16-12 или что-то около того. Так, друзья, ну, по поводу счета еще раз мне сейчас скажет мой дорогой друг Дмитрий. Скажите, пожалуйста, напоследок, пока, когда вы... Как? 1-0. 1-0. Спасибо. Спасибо. Вот, Дмитрий Громов, твой предикт? Это будет 16-12 в пользу команды Сереги Десаута и Старикса. Ну, посмотрим, так оно или нет. Но я их, в принципе, отправил заблаговременно в гранд-финал, поэтому, ну, мой предикт я менять уже не буду. Всем здрасте, дорогие друзья. Спасибо вам. 71 тысяча человек лучших людей в этом мире. Ну, а мы поехали. Сипл выходит. Ну, и Сережа Десаут вынужден на это дело тянуть в соло. И, конечно же, не будет тяжело. О, здесь уже злой выходит с ямы. Размен имеется. Ну, и Саша Костылев против Сергея Григоряна. И это первый раунд за Симплом и Артуром. Красавчик. Красавчик. Хороший вантап по Стариксу прилетел у нас от Симпла. Ну, и Симпл, в принципе, сделал даблкил. То, про что мы и говорили. Симпл, скорее всего, будет какое-то время перетягивать инициативу на себя. И какое-то время будет пытаться все это дело, ну, не знаю, набрать какое-то количество раундов, как-то вывести свою команду вперед, чтобы злой немножечко подрасслабился. Хотя я бы не советовал расслабляться в БО-1. Совершенно верно. Ты посмотри, там первый раз скидка уже полетела и это смог на внешку, на самом деле, и через коннектор сейчас попробует контактом разыграть злой Симпл. Вот это интересно. Готовы ли к этому Сережа и Сережа? Там дигл плюс МПХ это, так скажем, фармилка плюс, ну, пистолет нестандартный. Ну, тяжело будет, конечно, команде Стариксу сейчас разыграть этот раунд, но позиционка-то посмотри какая. И, по-моему, кол последовал, что действительно это будет выход через коннектор. Ну, и по таймингу, возможно, ребята понимают, что это уже будут, не будут выходить. Хотя ковры тоже, возможно, на этом тайминге выйти. Старикс увольняет Симпла, падает Александр у нас на стейерсах. Ну, и хорошая работа со стороны Старикса. Злой открывается в тайминг под ДСАУ. 1-1 ситуация. Нет, старая школа в деле. 1-1. Да, это было жестко, на самом деле, на момент показалось, что Артур уже будет закрывать этот раунд, но пока ровно. Коэффициент от наших друзей, Бэтбум, друзья, давайте мы сейчас с вами их посмотрим, когда они появятся на экране. Ну, и там, пока на бэкграунде вы этого не слышите, но Артурчик говорит, давай на чили, сейчас делаем все нормально. Ну, и посмотри, в два дигла Симпл и Артур в этом раунде готовы разыгрывать, причем выход через яму, осколочная прилетела за искрой. У нас один из игроков защиту, ну и пока первой дуэли у нас как таковой не случилось, ну, по крайней мере, она безрезультатна. Так, злой тут решил Дэм Кимуике показать. Сквозь Манвей смог дать голову проходящему на стерз, но все еще без фрагов. Ну, и Сережа Григорян контролит выход саппартов, параллельно смотрит на яму, ну, а в свою очередь Старикс контролит выпад на центр. Кстати, нам в чатике пишут, что слышат, как кричат наши ребята, надо им предупредить на всякий случай, чтобы не кричали слишком сильно. Старикс без шансов увольняет симпла, и симпл падает, правда, злой сопротивляется, минус одна голова, но тут Старикс снова даблкил от него, и добро пожаловать в старую эру Нави. Да, но это НТ, НТ от злого, на самом деле, пока что у него тоже идет довольно неплохо, ты как обычно, Артур пишет, Серега, первая сдегла, ну, это же профессионал, с кем поведешься, того и наберешься, ну и в итоге, посмотрите, что у Саши Костель, это А-47, плюс дигл для Артура, ну и здесь также кольт, ага, ну там перебросить, я так понимаю, да, в два кольта будут разыгрывать Старикс и Десаут. Вперед выходит команда защиты, Десаут и Старикс сейчас пока что лидируют, но опять же, это может быть временно, поскольку такую команду, как симпл, узлой не стоит недооценивать, симпл у нас будет работать из-под пита, посмотрите на Йосупа, я читаю его никнейм, я всегда сбиваюсь почему-то, хочется его назвать как-то по-другому немножечко, но он у нас будет открываться из-под коннектора, здесь Старикс, Старикс, 28 узлова, а вот Старикс никак абсолютно не пострадал. Ты посмотри, как Серега ходит на этих апартах, постоянно перемещается, меняет немного угол, но симпл, я думаю, прекрасно все понимает, он на этой карте, конечно, провел не одну сотню часов, но и все-таки эта дуэль выиграна Десаутом и победитель Кельна погибает. Ну, снова все на плечи Артура, на этого невероятного шикарного мужчину, но, опять же, да, Артур может такой раунд потащить, но по нему была информация, более того, по нему был серьезный урон и 28 хп, конечно, это не то чтобы приговор, но так или иначе разыграть против двоих в такой ситуации будет очень тяжело. Ну, лучше бы соточка, конечно, была, разыгрывать вот этот клатч один в два, плюс нет армора, и это проблема, конечно же, но есть заряженный дигл от Саши Симпла, который сейчас, возможно, придаст силу Артуру и просто... Нет, не получится, 3-1. 3-1, и пока начало очень уверенное для команды Десаута и Старикса. Да, ну, возможно, фактор первой половины еще сказывается, да, что это все-таки защита и атака здесь, так скажем, в не самом шикарном положении, ну, а коэффициенты от наших друзей из Бэтбум, 1.25 на Симпла со злым и 3.55 на Десаут со Стариксом, также не забывайте получать бонус до полутора тысячи фрибетов по промокоду Бустера, жмите на баннер по трансляции, переходите на сайт и в разделе Киберспорт эти события все присутствуют. Ну, и здесь все-таки два дигла, ну, и, кстати, Симпл берет себе второй армор, что немаловажно, и выпад на коннектор готовится, но Старикс с Десаутом эту информацию довольно скоро поймут и обработают, я думаю, заберут четвертый раунд. Ой-ой-ой, все возможно, но опять же мы знаем, что такое пистолет Дезерт Игл, это то, что может увольнять с одной, и сейчас наверняка, если Симпл раскрутится, то головы полетят в разные стороны, а может быть и нет, посмотрим сейчас и узнаем. Старикс, фулл фокус, контролирует у нас выход из-под ковров, на дефолте он у нас находится, а вот Симпл и злой начинают выходить. Симпл, есть минус по Стариксу, не полетело, но и Десаут один. Ну что, Сережа Григорян, получится или нет, вот в чем вопрос, будет открываться на поздних таймингах ямы, и может быть даже в тайминг получится у него это все дело сделать, замечает одного, не убивает сразу, Симпл падает, злой будет ставить бомбу, 4 хп остается всего лишь у Десаута, и ситуация один в один. Так, ну и Серега на 90, контроль, выпад оппонента, только на голову, и Артур погибает, это Десаут, один в два, ну и 4 хп, 4% здоровья, это, да, действительно не приговор, ну и еще один раунд в копилку Стариксу и Десаута, ну, должны были этот раунд забирать Симпл со злым, но вот все-таки, Артуру пекаться было не нужно, уже, наверное, после этой информации, Серега специально стоял на 90, только на голову, чтобы как раз своего оппонента переиграть. И если бы ты видел Громов, какие лестные комментарии сейчас летят в нашем чате для злого. Друзья, это шоу-матч, улыбайтесь и смотрите, болейте за злого, ну не пошло и не пошло, ну, кто не убивал игрока с четырьмя процентами здоровья, точнее, не убивал этого игрока, у всех такое было, и в спину не убивали, и лоу хп не убивали, не переживайте, все еще будет хорошо, если вы топите за команду Симпла и злого, ну, если топите за Десаута, и Старикса, друзья, вы, конечно же, сейчас пока еще улыбаетесь, хотя надолго эта улыбка или нет сохранится на вашем лице, я не знаю. Так, коннектор, есть информация у Старикса по злому, но и злой довольно неплохо Сережа поработал, есть минусы от Симпла, но все, по Старикса информация полностью имеется, полтинник на хп, и да, здесь кажется, Габелла, но Симпл выходит и без проблем переигрывает своего оппонента, вот они, нынешнее и прошлое поколение команды Нави схлестнулись лицом к лицу, и все-таки пока 4-2, но по экономике, на самом деле, диффенс вообще никак не страдает, а от этого мы делаем вывод, что, скорее всего, полноценные девайсы будут вновь. Хорошо, что без АВП, на самом деле, с АВП было бы поскучнее. Ну, больше бы стоялого было, как мне кажется, не было бы таких активных и динамических действий, ну, и в принципе, сами команды решили, то есть мы теперь будем спрашивать команды с АВП, они играют или без АВП, потому что, ну, так, наверное, справедливо, единственное, что, Громов, когда я отсюда уйду, не забудь насчет монетки, кто будет выигрывать, он будет решать, либо он будет выбирать сторону, либо он будет банить вторым, вот, поэтому давайте смотреть дальше, давайте наблюдать за этим миражом. Так, ну что же, выход снова через кон, в исполнении Симпла и Злова, и информации по ним, я так понимаю, пока нет, но интересное укрепление, контролится сэндвичей, контролится у нас Тетриса, позиция ямы, и выход непосредственно в плент, но Серега на самом деле может проворонить, ну, точнее, надо уточнять, какой именно, да, Старикс может проворонить, и Десаута могут выйти в спину, но Десаута занимает более приоритетную позицию сейчас, и Симпл прекрасно понимает, где его оппоненты, Старикс его переигрывает с кольтом, и полтинник на хп еще остается, вот это грязюка, вот это действительно была грязюка, 5-2 за Десаутом и Стариксом. Ну, ничего страшного, злой, в следующем раунде обязательно получится, такое бывает, ребят, но кто из вас не оказывался в моменте тайминга проброса гранаты, ну все же, ну все абсолютно, ну бывает же такое, ты бросаешь, на тебя сразу выходят, ребят, ну все, ну все, не надо писать никто, ладно, друзья, шутки шутками, я просто пытаюсь придать этому шоу-мачу некую юмористическую нотку, не все же у нас тут вот решается скилом и деньгами, по итогу мы 100 тысяч рублей, еще за первое место тут у нас пара-то получит, ни много, ни мало, правда, почему-то Вячеслав сказал, что это пара, сегодня эти деньги, на наше веселье и потратят, вроде как и выиграли, а вроде как и заплатили за счет на наш вечерний, а получается, что выиграли 2, а в плюс и все, да, ну да ладно, раунд номер 8, и вы сегодня без машины, Громов, и я сегодня без машины, впервые за долгое время, поэтому, да, поэтому будет хорошо, ладно, 2 калаша против 2 калашей, и это не про звание, ни в коем случае, давайте смотреть, что Starrix придумает, а Starrix тут на самом деле делает полную грязь, и Десаут вынужден контролить выход из ямы, выход со стейрс, ну и Симпл первым на контакт выходит, ой-яй-яй-яй-яй, Сережа Григорян не почувствовал двух оппонентов, и это 6-2 уже, слушай, ну и первая половина близится, ну не то чтобы к своему логическому завершению, мы еще пока на экваторе, но 2 раунда остается Десауту и Starrix, чтобы эту первую половину выиграть. Да, друзья, ну вы знаете, что писать, когда я скажу самый лучший из армян, наш, а вы там уж сами продолжаете в чате, конечно же, ну в игровом плане, да, ну конечно, что сейчас начнется, вот эти вот какие-то непонятные, а то любят, да, подхватывать, конечно, 100%, ну ладно, смотрим дальше, тут быстрый выход со стороны, со стороны команды Симпла и Злова, ну и кстати говоря, быстрый выход-то заканчивается тем, что быстро уходит с позиции по итогу, дал-дал, ушел. Ну, ладно, небольшой тайминг выждут, гранаты тем более имеют свойство заканчиваться, а времени предостаточно у команды Саши и Артура, ну посмотрим. Здесь в упоре на коврах готов Десау встречать своего визави, ну и пока простреливает, и Симпл, конечно же, слышал от момента, что его оппонент дропнулся, но Серега, ты посмотри, как играет умно. Дропнулся под ковры и снова поднялся. Ждет ли его здесь Симпл? Вот в чем вопрос, конечно же. Ну, это Симпл, извините меня, он чувствует эту игру, мне кажется, даже ему запахи передаются контр-страйка, потому что иногда он ощущает оппонента там, где его просто, ну вроде как, и не должно быть. Старикс минус один, переводится моментально дальше на Симпл, ситуация один в один. Кто сильнее, Старикс или Симпл? Симпл оказывается сильнее. Три, шесть, друзья. Так, ну пока все-таки разница еще в раундах весомая, поэтому Саше придется поднажать здесь вместе с Артуром, чтобы хоть немножко подобраться по счету к своему оппоненту. Ну и пока задумчивые лица, видимо, у Сережи созрел жесткий план. Он сейчас понимает, что он не понимает. 3-0 в кальянку? Обождите, Алексей, да, да, 3-0 в кальянку. Ну и посмотри, злой снова с деглом, Саша с АК-47, ну и два Сереги как раз-таки с М-ками по гранатам, как всегда, у защиты все в фаворе. Помогут ли они им в этом раунде, сейчас узнаем. Ну и пока план предыдущего раунда должен сработать, по мнению Симпла и злого. Ну и здесь, конечно же, Старикс идет в небольшую агрессию под яму, но по нему информации пока нет. А сейчас она появится моментально. Тень-то видно, а тень-то видно. И злой здесь погибает, причем попал на полтинник. И вопрос в том, как здесь Симпл уже распетляет этот момент. Но Симпл-то может, на самом деле. Тут сейчас пока, ну я думаю, что ни в коем случае не недооценивают Симпла. Старикс последний, и вот, и вот, ну кто из нас не оказывался в моменте свапа гранаты? Даже Симпл оказался в этом моменте. Друзья, мы вам напоминаем про коэффициенты от наших друзей Бэт Бум на матч-виннер Симпл и злой. 1,7, Десаут и Старикс двойка ровная. По баннеру в описании вы можете получить бонус до полутора тысяч фрибетов по промокоду Бустер. Переходите на сайт Бэт Бум, ищите категорию киберспорта, ищите раздел Контерстрайка и находите наши матчи 2 на 2. Мы вас ждем. Так, ну что, здесь пока что раскид гранат под ямы, Симпл имитирует наверняка выход через моменталку, но Серега говорит, что под Тетрис никто не вышел, поэтому спокойно можно дальше ходить в позиции, ну и просто ждать, пока оппонент выйдет. Единственное, что по гранатам, да, у команды Симпла и злого осталось две флешки, а вот у защиты там и дым, и три флешки, и молотов, поэтому, конечно, тянуть они время могут очень долго. О, моменталочка от Артурчика, но, к сожалению, под эту моменталку можно только уйти обратно. Ну, главное, чтобы не уйти и не вылететь с турнира, будет очень обидно, как мне кажется. Ну, или в тиль, да. Смотри, какой красивый у Саши китайский калашников. Главное, чтобы он стрелял нормально, а там-то в целом не важно, китайский он или нет. Симпл, отвернулся от флешки, Десаут падает, против Симпла, и снова Старик замечает одного, отворачивается, но и Симпл перестреливает без шансов. 10-7 счет у Симпла. Как же Артур эту игру просто имеет во все отверстия. Просто Артур, я считаю, MVP, ты посмотри. Ты посмотри, как хорошо. У него сколько ассистов? Два? Два. У Симпла сколько? Ноль. Делаем выводы. Кто здесь лучше? Правильно? Артур. Артур молодец. Ну и что в следующем раунде? Ага, кстати, раунд, в котором решается судьба последующих. Потому что у Десаута и Старикса не будет денег в случае поражения в этом. И, кажется, у кого-то могут быть проблемы. А может и не могут быть проблемы. Но сейчас посмотрим. В любом случае, пока еще не ясно, пока еще непонятно. Десаут занимает ближнюю позицию, как вы видите, к яме. Не буду слишком сильно кричать. Хотя, на самом деле, злой и Симпл находятся от нас далековато. Поэтому вряд ли они нас вообще, в принципе, слышат. Как и думаю, что Старикс с Десаутом тоже не особо слышно им через свои наушники. Через коннектор проходит атака. Так, по апартам есть информация. Погибает Старикс. Ну, злой, конечно, здесь разрядил свою эмку. Но и Десаут вынужден играть теперь в соло. Клач 1 в 2. Ну и по нему логичная информация присутствует, что он играет в яме. И посмотрим, что сейчас он придумает в остатке этого раунда. Ну, пока принимает решение позиции не менять. И бомба была установлена, гранаты у Сереги отсутствуют, поэтому вынужден только на сухом скиле выезжать. В данной ситуации ну и посмотрим. Есть первая информация, злой погибает. Ну и против Симпл. Потащит ли клач? А бомба-то стоит под Сашу. Да, бомба под Сашу. И, ну, мне кажется, Сергей понимает, что где находится его... Да, оппонент. Он еще и увидел его. Саша будет вот так вот прыгать. Вверх-вниз, вверх-вниз, туда-сюда, туда-сюда. Ну и здесь, да, уже раунд уходит. Команде Симплей злого. И вот вам, пожалуйста, и вот вам пятый раунд. Ну, пять в атаке на мираже неплохо, Громов? Совершенно верно. Но, может быть, будет и больше. И Симпл не успел добежать до своего оппонента. И оп, калашик себе забирает Десаут. Ладненько. У нас пока по экономике большие проблемы у Десаута и Старикс, как говорил раньше. Хотя вроде там раздропались, плюс калаш засейвил Десаут. Поэтому Дигл плюс АК-47 может действительно в этом разнице раунд сделать. Полетели в следующий раунд смотреть. Раунд под номером 13, друзья. Злой и Симпл все так же в атаке. Уже 2 в 3. Плюс за них зашел третий игрок. Да, но вы не переживайте, он сейчас обязательно выйдет или ничего абсолютно не сделает. Это проверка, друзья. Проверить, чтобы все было чисто, как говорится. Это ни в коем случае не какая-то там... Ты смотри. Подмога, да. Ты смотри, что делает. А ведь этот третий игрок, который, по сути, не играет, он может дать все информацию сейчас. А так и есть. На самом деле, третий игрок это Громов, просто он до сих пор не говорит об этом. Но мы, друзья, видим, что делает у нас Десаут. Вы-то это видите 100%, да и мы тоже с вами видим это. А вот игроки Симпл и Злой об этом вряд ли догадываются. Но здесь будет сейчас, как мне кажется, раунд очень интересный, потому что, ну, Сереже нужно поторопиться. Если не поторопиться, потом придется идти на выбивание. Один в два. Потому что здесь Тарикс. Но Старикс, кстати говоря, тоже будет играть на позднем, потому что он очень-очень далеко. Он под КТ и не пушит первым темпом. Так, ну здесь на самом деле этот перекрестный огонь может сделать всю разницу в раунде. Давайте смотреть. Выход под флешки. Десаут в упоре на яме от Старикса. Моментальный фраг по Симплу. Ну и Артур один в два остается и моментально проигрывает эту схватку. Ну и Серега Старикс получает в свое распоряжение дроп. Ну и в два калаша в защите. Это, конечно, вообще имба лютая по деньгам. Три пятьсот и, по-моему, пять триста или шесть триста. Что-то около того у Симпла. Поэтому закупь вроде как должен быть. Друзья, нас 80 тысяч человек на трансляции. Спасибо большое всем, что смотрите наш сегодняшний шоу-матч. Серия All-Stars от Густера продолжается и вы становитесь частью истории. Спасибо, что вы здесь, что вы с нами. Счет 8-5. Первая половина уже за Десаутом и Стариксом. Десаут поджимает, за что сразу был наказ. Так, ну и Старикс знает, что два игрока в районе центрального коридора попытаются здесь соло выстоять. Хотя времени, да, еще много у Симпла и Узлова. Можно отойти через Респу, сплетануть коннектор. Но, судя по всему, мы так с вами такой раунд и увидим. Но здесь имитация, опять же, смока, который в перспективе может повлиять на поздний выход игрока атаки. Но мы с вами прекрасно видим, что делает Сережа Старикс. Ну, это 3000 оке. Я не знаю, если он этот момент распетляет, это будет супер жестко. Но нет, Симпл. Переиграл. Переиграл оппонента. Ну и последний раунд первой половины. Как и говорилось ранее, Десаут и Старикс уже, в любом случае, Диффанс забрали в свой актив. Но вопрос в том, будет ли это 9-6 или все-таки 8-7. Что же это за третий игрок, мне интересно узнать, заходит постоянно. А, все понятно. Все понятно, кто это заходит. Но это не переживайте, сейчас все дело пофиксится. Оп, и сейчас видите, как у нас все это бывает. На самом деле, этот парень просто кидает дропы и уходит. Диггл, например. Например, так. Почему бы и нет? Нужен Диггл. Видишь, у ребят защиты тоже свой дроп, молоток и отвертка. Поэтому все на равных. Все хорошо. Диггл против отвертки. Все на равных, все хорошо. Ну, это же ты все промахнешься, ты подойдешь поближе и воткнешь отвертку. Обсуждаем. Ну, в игровом плане. Ну, конечно, конечно. 100%. Так, друзья, что у нас? У нас на данный момент замечательный, красивый пролет от наших ребят. Это Ван Деппела муть открутит. Да, это Вовчик. Вот видите, вот так вот, когда в игре все летает, это Вова. Можете написать Вове. Вова, ты красава. Вова, чума. Ну, в хорошем смысле слова. Ну, помнишь, песня была раньше? Вова, чума. Вова, Вова. Ладно, Гром, тут 90% аудитории этой песни-то я не слышал. Оль, ты слышал эту песню? Реально? Только что в лучшем сопровождении. Ну, вот Кейран сидит, говорит, нет. Что ты вообще слышала в этой жизни, девочка? Ну, кстати, это еще даже раньше. Это Пугачева? Серьезно. Да, имба. Ладно, 8-6, шутки шутками, а мы идем дальше с Симпл. Уволен, как и уволен злой. 9-6. Ну, слушай, первая половина очень хорошая и уверенная со стороны защиты. Хотя 6 раундов в атаке на секунду. Да, ну, вот вопрос в том, теперь кто выиграет вторую пистолетку, и вот от нее действительно многое зависит. Потому что Симпл, если ее отдается злым, то, скорее всего, выход на 11-6 уже будут. А учитывая вероятность форса, то это может быть и 12-6. Короче, тут прям все под огромным вопросом пока. Ну, на фулл фокусе и Дестраут, и Старикс пока что-то обсуждают. Говорит, а как они попали к нам вообще в матч? Это же из-за соперники. Говорит, да я не знаю, это обычно на завтрак. Да, я не знаю. Вы в первом раунде дистанцию нужно каким-то образом ребятам со стороны атаки резать, дабы находиться в такой более-менее выгодной позиции. Оля, а у Сереги вот это вот, это выбрито у него или это шрам? Выбрито? Ты ему бреешь? Тебе нравится так? Да? Ну, тоже сексуально, конечно, мне тоже нравится. Помнишь, у нас был такой... Не, у нас был такой товарищ Саша. А, Саша, да. Был, а что с ним? Тиктокером стал. А, тут уже соболезно. Ну, ладно, в любом случае, всем тиктокерам привет. Мы вас любим. 9-6, друзья, счет после первой половины. Раунд под номером 16. Так, ну, поехали. Вторая пистолетка, два P250 в атаке. И, соответственно, два ESP для злого симпла. Первый армор присутствует. А вот игроки и атаки без замечательных бронежилетов. Но зато есть гранаты, которые тоже могут напрямую повлиять на раунд. И вид сверху шикарный. Но, правда, не совсем понятно, откуда зайдет атака. Это как будто стратегия, знаешь, вот это, когда за человечком бегаешь там. Таких маленьких. Ну что, Йосип, за тикетбоксом находится у нас. Так, и злой уже дает информацию, что в коннекторе присутствует как минимум один игрок. И Десаут уже вышел и контролит выход под апартами. И там как раз-таки выседает Александр Костылев, который готов своего оппонента переигрывать. Но в тайминг попадет. Попал в тайминг. Попал еще и по голове. Два в одном. Шикарный размин. Астарик, все и минус. А злой. Шиш. Это грязюка, господа. И это действительно Артур. Ну вы сами все слышали. Друзья, ну и коэффициенты от наших друзей Бэтбум на победителя в матче. Симпл и злой 1.85. Десаут и Старикс 1.85. Не забывайте, что вы можете сделать ставку на наш шоу-матч на сайте Бэтбум. И получить, кстати говоря, до полутора тысяч фрибетов по промокоду БУСТЕР. Переходите по баннеру в описании, ищите категорию киберспорт, ищите дисциплину Counter-Strike и делайте свою ставку. Так, ну что, полетели, и давай посмотрим, что у Старикс вместе с Десаутом будет по девайсам, потому что есть вероятность форса от них, и если форс они вдруг проиграют, то это практически уже равный счет на табло у нас с вами будет. Ну слушай, первая карта, да, и моментальный пот, хотя, честно говоря, не ожидал такого. Так, ну пока есть, видимо, небольшие трудности у игроков, которые не позволяют нам продолжить моментально. А и непонятно там, что случилось на самом деле. Я с ним был уже в Warzone, пошел, говорит, сейчас, пацаны, погодите. Открыл сразу вкладочку, чтобы потом... А у него параллельно сразу же открыт. Ну пока непонятно. Пока непонятно, чего там произошло, чего там случилось. Вроде как все-то и на сервере, но почему-то есть какая-то некая пауза во всем этом деле, в этом противостоянии. Хотя, возможно, кто-то и вылетел. Хотя, нет, все, продолжаем. Все хорошо, все замечательно, 7-9. Так, и Дигл, P250 для Старикса и Десаута, фармилка плюс АМ-ка длинная для Симпла. Но давай смотреть дым сразу же на яму, и пока мы с вами видим, что Старикса и Десаут, понятное дело, в дымы не пойдут. Это слишком огромный риск. Ну и будет сплит. Яма плюс ковры и злой в упоре под апартами. Симпл контролит коннектор, самая важная позиция. Потому что если вас засплитит, вероятность того, что вы потеряете плент 50%. Ну вот без арморов, конечно, да, у нас игроки команды Десаут и Старикса. Это очень плохо с точки зрения того, что если фармилка тебя тегает, то наверняка она тебя не отпустит. Трекинг все-таки с фармилки самый сильный в игре. Примерно как Тек-9. Да, вот уже 4 хп у Старикса остается. Но теперь, наверное, самая главная надежда на Десаута, который с П-250 вышел и занимает 90. Ну и моментально злой отрабатывает в голову. Плюс 600 долларов для Артурчика. Ну и, соответственно, 4 хп Старикса. Не, не, ну это не за его. Это даже не 1 в 5, а 1 в 2. Но все равно 4 хп без армора. Здесь без шансов для Сереги. И Артур здесь занимает упорную позицию. Соляра для злого. Начало неплохое, но опять же, сейчас будут те самые АК-47, которые, возможно, внесут некие коррективы в это противостояние. И, возможно, все-таки брешь в защите команда Десаута и Старикса найдет. А может быть, это железобетонный диффенс, который вообще никогда... Ни одного поинта не отдаст. Да, и не вскроется. Но, опять же, это только предположение, пока мы не можем утверждать на 100%. Давайте смотреть. Вторые арморы плюс калаши. И есть один смок у атаки. Ну, к примеру, зазонить внешку можно попытаться. Ну, правда, флешки нет тоже, с одной стороны. Ты зазонишь, зазонишь, зазонишь. Но выходить без флешек, это, конечно, плохо на Мираже. Ну, ладно, посмотрим все-таки очередной сплит через Абарты Ямы. Ну, хотя бы в КТ сдать смок какой-нибудь. Ну, хотя это не сильно поможет 2 на 2, как мне кажется. Ну, да, тем более и так понятно, что примерно искра плюс коннектор, либо искра плюс голова обычно играется в диффенсе в такой ситуации. Поэтому смок на КТ здесь не особо нужен. Вот флешка. Мне кажется, даже в такой ситуации одна флешка была бы лучше, чем этот один смок. Посмотрим. Здесь выход медленным контактом. Артур у нас на сэндвиче. И по нему информации пока нет. А вот от Симпла первая дуэль выигранная. И Сережа Григориан погибает. Но есть другой Сережа. По фамилии Ищук. И он пока ищет своего соперника, чтобы забрать 10-й раунд для своей команды. Старикс. Мы с вами понимаем, где находятся два оппонента против него. Ну, как здесь действовать? Абсолютно непонятно. Ну и там, здесь. Здесь не прочекал между, понятное дело. Потому что чекать нужно было слишком много всего. И это 9-9. Друзья, временный паритет на карте Деми Раш. И команда Симпла и Злова все-таки делают некий камбэк. Потому что оставались со счетом серьезным-то на самом деле. Поэтому там 6-2 было или что-то такое. Там лишь 7-2. Было, было. Вот. Так что сейчас они вернулись полноценно. И сейчас за защиту пока у них проблем нет. Но есть проблемы у команды. Атаки Старикс и Десаут. Так. Ну и здесь, конечно, суперогромных надежд питать команде Десауту и Стариксу вряд ли придется. Потому что только Диглы присутствуют. Хотя на средней и дальней дистанции Дигл действительно может себя позиционировать неплохо. Ну и за долгое время впервые Симпл занимает у нас тикетбокс и контролит выход саппартов. Опа! Первый контакт имеется. И по второму тоже информация присутствует. Ну и это, конечно же, соляра для Симпла должна быть. Но спрей не самый идеальный. Но тем паче. Это все-таки 10 раунд для Симпла и Злова. И вот они впереди. Когда у нас такое было, если честно, даже не помню. Они тогда взяли у нас пистолетку. Потом сразу Форс. Потом 2-1. И понеслось. То есть это, по сути, второй раз за игру, когда команда Симпла и Злова находятся впереди. И хоть и на один поинт, но все равно счет есть счет. Снова полноценный бай со стороны атаки. Снова АК. И сейчас эти АК, возможно, ребятам-то и помогут. Хотя пока больше вопросов, чем ответов команде Десаута и Старикса. Но, опять же, еще ничего страшного не произошло. А на самом деле Злой все прекрасно слышит, как раскидывается граната с ямы. А, хотя, подожди, он Смог еще не откинул. Я думал, Старикса откинул Смог на голову сейчас. Так, ну и Смог под Джангл от Десаута. И даже больше от Коннектора. Ну и Злой. Первая выигранная дуэль в этом раунде. 46 хп у него остается. Старикс выходит на размер на эту сталь. Да, раз, слово. Ой-ой-ой-ой. Ну и что вы говорили про этого парня, друзья? Вот он. Вы на него ругались, а он, вопреки вашим комментариям, сделал свое дело и сделал свою работу. Что вы теперь скажете? Ты посмотри на этого убийцу. Говорят, да-да, это я, это я. Про меня говорят. Ну, действительно, Злой хорош. Преобразился на второй половине. Ну и, более того, скоро в КД плюс выйдет. Ну и пока сплит через мидл и яму от команды Десаута и Старикса. О, ты посмотри, как агрессивно. Симпл полетел. Теперь все на плечи. Злой, злой, злой. Ты же знаешь, что на центре есть. Но немного недооценил пыл Старикса и был за это наказан. 11-10. Первый раунд в атаке есть для этого замечательного микса. Интересно, интересно, далеко все-таки не отпускают. Да, была разница в два раунда. Счет был у нас 9-11. Уже хотелось позвонить в эту замечательную службу экстренную, но нет. Десаут и Старикс все-таки сохраняют дистанцию в один раунд. И счет 10-11. Давайте переходить к 22-му раунду, в котором есть полноценный бай с одной и с другой стороны. Ну, понятное дело, с экономикой наших друзей из Украины вообще все замечательно. 9-905-550. Там им надолго хватит. Так, ну и на самом деле здесь Десаут пока ждет информация от Сереги Старикса. Потому что Серега выходит через центр, дает информацию, есть ли поджим и укрепление коннектора, как это было в предыдущем раунде. Но пока мы с вами видим, что в более-менее дефолтной позиции разошлись злой и симпл. И просто каждый контролит свою позицию. Симпл иногда контролит две, это коннектор плюс аппарты. А злой будет просто контролить выпад с ямы на 90. Симпл проигрывает перестрелку Стариксу. И снова все дело остается за злым. Сможет ли он переиграть своих оппонентов один в два. Моменталка под выход с аппартов. И под эту гранату выходит у нас товарищ Десаут. И ставит точку в этом раунде. 11-11. Но деньги все еще есть у команды Симпла и злого. Поэтому закуп будет. Ну там у злого вообще денег куры не клюют огромное количество. И сейчас возможно в очередной раз команда Старикса и Десаута будет вперед. Хотя пока 11-11. Пока еще рано о чем-то говорить. Но в любом случае при счете 11-9 команда собралась и взяла два раунда к ряду. Что не может не радовать. Потому что мы здесь с вами пришли смотреть на полноценную борьбу. На красивый контрстрайк. И мы конечно же с вами его сегодня здесь увидим 100%. Продолжаем. 23-й раунд. Кстати, снова коннектор. Самая популярная позиция в раунде у нас. И правда есть некое отличие от предыдущего. Что это теперь не сплит, а прямолинейный выход. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну там конечно по ХП проблемы у Сереги Десаута. Но это не критично. И все-таки злой забирают. Раунд для своей команды. 12-11. Но по деньгам уже и команда Десаута и Старикса тоже не страдает. Поэтому у них все в шоколаде. Будет моментальная закупка. Забавно, что первыми умерли два про игрока. И потом остались два стримера друг против друга. Но там у Злова была позиция все-таки повыгоднее. Ты ХП побольше в два раза. Да, ХП побольше. Десаут пытался там как-то тапами перестрелять. Но не полетело. Не залетело просто-напросто. 12-11. Снова впереди команда защиты. Но пока у проблем по экономике ни у одной, ни у другой команды все-таки мы не наблюдаем. Поэтому полноценные баи будут в следующие раунды. Старикс у нас в очередной раз будет пытаться зайти через позицию. Коннектор. Здесь у нас есть Злой. Который все это дело должен законтролить. И должен будет по итогу перестрелять своего оппонента. Если все получится. Злой. Старикс может даже не чекнуть. Если честно. Даже может и не чекнуть. И не чекает он его. О, Злой перестреливает без особых проблем Сергея Старикса. Остается десаут. Десаут из-под ковров. Информация по нему известна. ХП уже 36. И это трехочковый. Коби. И это да, действительно два минуса от Злого. И кстати. Не забывайте, что мы на стриме, господа. И вас слышно. Ну и на самом деле Злой здесь подобрался уже вплотную по фрагам к Симплу. Ну, три фрага отделяет их, конечно, но... Олечка, не грусти, Олечка. Не плачь. Все хорошо будет. Но это не точно. Тут магазин рядом. Ты в тильте, а не тильту, Олечка. Еще ничего не решено. Знаешь, пока на таблоне 16 можно играть. Поэтому сейчас все будет. Сейчас все будет. Вот только для кого это вопрос, конечно. Старикс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Старикс есть минус один. Снова тайминг. Но есть информация у Сережи. Есть информация у Сережи. Сережа против лучшего игрока планеты. Один в один. Плач жизни. Посмотри, как Симпл поменял позицию. И Десаут наверняка не понимает, что сейчас делать. Моментально флешки через эскру доигрывает Симпл. Но не, но не, но не. Но это уже прям саливарня. Артурчик выдыхает, выдыхает. Мелькает. Жарко. У нас на Мираже. Ну и два раунда до победы. А там мелькает еще и Доси. А Доси там попивает водичку. Говорит, ну что ты изи, пацаны. Походу для меня это не соперники. И я их просто схалываю. Все потому, что он с ними даже играть не будет. Совершенно верно. 14-11. Три раунда разница. И возможно смотрим заключительные раунды этого противостояния. Как сказал сегодня Сережа. Секунду. Ну уже наверное можно сказать. Мы сегодня разговаривали с Десаутом. Он говорит, Алексей, как классно ехать сюда из Питера. И попасть на первую же пару против Симпла. Самое лучшее, что может быть в этом шоу матче. Но Сережа будет завтра еще с нами на футболе. Поэтому не просто ради шоу матча, как говорится. Еще завтра мяч. Покатаем. Но здесь уже у Старикса проблемы. Ситуация один в два. Так, ну Старикс тут решил разыграть вообще в долгу этот раунд. Возможно даже еще и на центр перейдет. Здесь опции у него много. Времени минута 14. Поэтому можно делать все, что угодно. Все-таки два раунда до победы их сопернику. Значит, что придется припотеть. Как минимум в этом и следующем раунде. И по деньгам-то огромные проблемы. Да, там уже максимальный лос-бонус у парней на атаке. Но так или иначе. Гранатом будут просадки. 15-11. Симпл и злой. Четыре матчпоинта. И смогут ли четыре подряд раунда Десаут и Старикс отквитать и выйти на серию овертаймов? Не знаю. Не знаю на самом деле. Но в любом случае надо стараться до конца. До самого-самого конца. И пытаться додавить и выйти на допы. Понятное дело сложно. Понятное дело сейчас мало кто верит. Мало кто ждет. Ну вот Олечка, например, верит. Но сделать будет это максимально сложно. Потому что сейчас на данный момент пока не идет. Начало было хорошее. Вот некое возвращение в несколько раундов тоже было классным. Но вот потом пошло-поехало. Ты посмотри. В любом случае Симпл сказал, Артур, ты стой. На тебя забайтим. Меня они ждать не будут. Отвечая, так все и было. Да я и не выдаю. Просто продадим тебя и все в этом раунде. А сейчас он еще и два минуса найдет. Так это вообще грязюка. Смотри, Симпл куда смотрит. Симпл полностью смотрит на монитор своего тиммейта. Замечает. Он ему говорит, дерись до конца, дерись до конца. По мне нет инфы. По мне нет инфы. Забайте на себя. Я выиграю этот раунд. Доверься мне. А если еще и нож будет, ну тогда это точно Симпл. Да я тебе так могу сказать, что это Симпл. А может он сидит дома и просто это зеленка на заднем плане. Согласен. Может быть и так. Так, Старик замечает игрока. Злой падает. А вот теперь настал момент, которого не ждут. Или он увидел. Он увидел в момент ревилу Смака что-то. Нет, он не увидел. Ты что делаешь? Ты что, дядя? Как это было близко? Но недостаточно, чтобы выиграть этот матч прямо сейчас. Ну и минимум еще один раунд мы увидим с вами. Прямо сейчас. Ну или может быть больше, если команда Старикса и Десаута дойдут до овертаймов. Возможно. Ну возможно. Но максимально непонятно на данный момент, что и как у нас здесь будет происходить. Потому что сейчас... Три раунда. Три раунда разница. Да, у Симпла не получится. Стрелять. Улетает он с этого тикет-бокса. Прямиком в следующий раунд. Ну и теперь. Длинная и короткая М-ка. У Злова длинная, у Симпла короткая. Соответственно. Я сейчас про М-ку. Ну и два калаша. Нет, один. И последний остается у нас Серега Десаут. Сережа Григорян против Александра Костылева и Артура Злова. Ну и тяжеловато. Тяжеловато, конечно, здесь будет. Ни гранат нет. Точнее, гранат нет. Второго армора нет. Против М-ок это, конечно, может быть фатально. Ну и информации по двум соперникам сразу у него тоже нет. Все против Сереги. Молотов под ковры. Ну и Симпл просто контролит пропрыгами своего оппонента. Все, ну и, конечно же, Злой в курсе. Прекрасно про своего оппонента. Но Симпл здесь байтит на себя максимально жестко. Полностью отгоняет взгляд от сэндвича, где располагается второй игрок команды Симпла и, соответственно, Злова. Ну и Саня просто, мне кажется, играет у него на нервах. Ну он просто прыгает, да. Возможно, они хотели, чтобы он прошел дальше и Злой его зарезал. Как вариант. Ой-ой-ой, а это интересно. Симпл-то уже падает. Ситуация один в один. Опа. А вот это спалился. Вот это спалился. И Хаешечка полетела. И, кстати говоря, Злой... А, тут бомба у нас лежала. Я думал, он хотел просто смещаться через... Через коннектор. Но нет. Да, он не пошел. Он просто за бомбой. И теперь уже все так же. Хотя нет. А вот как бомбу ставить? Куда? На КТ? Или же в закрытую в дефолт? Непонятно, да? Потому что точной информации по Злому нет. А он как раз-таки находится в Сити. И будет ли фейк от Десаута прямо сейчас? Или он просто поставит бомбу до конца? Но, по-моему, там был подсказ от Симпла, что это Байт. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это Злой. Это 16-12. И пара Симпл и Злой побеждают в этом, ну, не самом, так скажем, простом матче. Да? 16-12. Ну, примерно я так и говорил. Правда, в другую сторону. Что выиграет Десаут и Старикс. Но нет. Выигрывает у нас немножко другая пара. Поздравляем Злого и Симпла с победой в этом первом нашем матче. На нашем шоу-матче. 2 на 2. Какое-то странное. И тавтологично. Я даже не знаю, тавтологично. Есть такое слово или нет? Дмитрий, что-то опять выпало из ваших штанишек. Да, но не важно. А в любом случае поздравляем. Поздравляем наших ребят. Злого и Симпла. Можете пройти к нам, конечно же. Злой, проходите. Садитесь. Сейчас мы, возможно, еще и выйдем на вас. Да, у нас сейчас... Александр, проходите. У нас будет небольшая реклама. Пока ничего говорить не надо. После небольшой рекламы, друзья, мы к вам вернемся и возьмем интервью у наших победителей. Бегу по Инферно, хэдшот. Ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. Тау-тау-тау-тау. Зато есть бонус до 1500 фри-бетов. Бэдбум, 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 бэдбум. Получи бонус до 1500 фри-бетов по промокоду БУСТЕР. Бэдбум, открой игру. Там, типа, несколько был один, потом было тришки. Друзья, еще раз всем большой привет. Первый шоу-матч, точнее, первый матч в нашем шоу-матче прошел. Победила команда Злова и Александра Симпла. Вот команда, проигравшая в лице одного Сережи. Нет, второй тоже идет. Вот он, Сереж Старикс. Присаживайтесь к нам, конечно же. Начало за защиту очень хорошее. Счет 6 или 7-2. Вы ведете, все вроде как стабильно, вроде как переигрываете. Вроде как ничего не получается у ребят. Злой они в тайминг попадают, какие-то гранаты непонятные прокидывают. Чат хейтит злого страшно. Просто невероятно, да. Все нормально. Что пошло не так? Какой ключевой момент? Смена сторон? Как же не знаю. Ну просто Сашка начал в голову попадать жестко. Он выходил с ковров, в КТ давал. Четко отыгрывал. Без шансов. То есть у нас была задача первого, это убить Саню. Если убиваем Саню, то вроде как должно быть полегче, но на самом деле так не оказалось. Потому что злой реально там находил нычки на карте, которые мы не проверяли и наказывал нас. Не, Артур очень хорошо отыграл. Причем, почему-то, я не знаю, при фаером все думали, что Артур будет плохо играть. А на деле Артур очень хорошо играет на самом деле. Особенно, когда дигл у него в руках. Человек мне 4 вантапа, по-моему, дал в первые 6 раундов. Да, там вантапы летели, тут вот у нас хайлайк. У меня вопрос есть. Предпоследний раунд, Сань. Ты ему сказал байте на себя на КТ, они по мне не будут знать информацию, что я тоже в КТ сижу. Да, но я в итоге спалился, потому что головы меня увидел. Из-за этого он должен был выходить, потому что я думал, может вы мой никнейм увидели. Типа, из-за этого я сказал ему выходить. Но если бы я не палился, меня вообще могли не читать, потому что они смог в ковры дали. То есть они боялись, что я могу быть в коврах. Я знаю, я увидел только, когда кинул смог, и ты вот в первый тайминг, когда смог раскрылся, сразу запрыгнул. В ковры? Не, не, когда раунд про КТ. Ты прям в первый тайминг запрыгнул на ящик. Он только, да, зарегулился, и ты запрыгиваешь. Ты бы если чуть подождал, буквально секунду, то нам пизда была бы обоим. Там без инфы было бы. Ну вообще злой классно сыграл. Да, тут хорошо играл. Им главное управлять. Просто он не знает, как это работает. А когда ему подсказываешь, вот он сидит. Вот тут я хотел на него байтить, но я не ожидал, что... Ну меня, короче, стрёмно уже стало. Вот здесь он 10 хп Серёге оставил. По второму инфу сразу я тоже знал. Короче, им главное, да, ему сказать, и он делает всё жёстко. Короче, Артур был как приманка, а ты завершал начатое. Да, но в итоге... Артур нормально развалил нас. Очень хорошо. Ну он где-то раза три убил их двоих в раунде. Один раз, когда он в яме убил, один раз вот это он убил в перимке, и ещё взорвал в коврах. В пистике решаю. Вот пистик, мне кажется, самый важный был за КТ. Вы довольны этой игрой, друзья? Вам понравился первый? Да, я тоже. Я волновался, как на всех турнирах вначале. Я ещё понимаю, Best of 1, сейчас ещё вылетим. Типа, ну не хочется, не хочется проигрывать. Серёж, я знаю, что ты ради этого шоу-матча приехал в Санкт-Петербург. А я? Да. Но Серёжа приехал из другого места давным-давно и остался здесь у нас. Не, Лёх, я не только ради шоу-матча приехал, завтра же ещё футбол будет. Завтра футбол, да. Если бы было что-то одно, я бы не приехал. Скажи, не обидно вылететь от пары Симпла и Злоу? Не, Сане не обидно точно вылетать. Артур тоже очень хорошо отыграл, причём, я не знаю, Артур, если ты в следующей игре так не будешь играть, то ты гондон полный. Серёга, я буду стараться, если честно, я очень сильно волновался. Потому что если ты шоу-ка против меня пропёрся, а дальше будешь сосать, это футбол. Я буду тащить, поверь, он говорит, я слушаю, главное вот услышать, главное слышать и не волноваться, потому что я вот так сидел. Я ему говорю, вперёд, левее иди, он берёт, назад куда-то уходит, я говорю, Артур, Артур. Не, ну в итоге да, ну волнение вначале было. Серёж, чем волнения почему-то вообще не было? Да ты потому что камень в хорошем смысле, понимаешь, ну конечно, не, ну типа такой, собранный, молодец. Серёж, давно не играл турниры? Именно вот этой вот атмосферы давно у тебя не было? Ну именно вот этой? Да. Вот этой именно давно, именно вот этой. Ну это 2 на 2, это, конечно, не 5 на 5, но всё равно прикольно, всё-таки лан, это, ну, атмосфера, конечно, люди, это давно как бы не было. Вот у Сани недавно был, да, там турнир, там тоже оживлённое было. Ну что там было? Ну было, в любом случае. Ну что, это Кёльн? А здесь? Не, ну понимаешь, ну, в преддверии этих всех ситуаций, которые происходят, конечно же, какое-то мероприятие, людей пообщаться, там поиграть 2 на 2, очень, конечно, классно. У нас статистика есть вот нашего матча. 21-3-15 Симпл, 15-4-16 Злой, против 16-3-17 Старикс, Десаут 15-2-19. На самом деле, на самом деле команды очень равно шли, ну там Сашка Симпл немножечко вырвался вперёд, ну ему как бы вроде и по статусу положено немножечко вперёд вырваться. А вот все наши ребята, остальные 15-16-15, все вместе, все рядышком, максимально ровно, как мне кажется, да и по счёту-то в принципе не было большого отрыва, не было развала с одной стороны. Да, у нас по итогу счёт тоже боевой, то, зачем мы сюда и пришли. Что вот команда, Саша с Артуром играли командно, и мне кажется, мы тоже командно играли. Знаешь, не было такого, что кто-то байтит, типа на уровне продаёт тиммейта и потом соло играет дальше. Типа все вроде как-то командно играли. Не, Саня байтил на уровне, чтобы просто либо на инфу сыграть, то всё равно как-то командно это было, знаешь. Мне, короче, почему-то казалось, что такой турнир, когда будет стример плюс про игрок, кто-то, возможно, будет на себя брать инициативу на уровне, типа, ну похуй, ты сдохнешь, типа, я потом соло сыграю. Нет, это имеет смысл, если стример вообще играть не умеет. То есть это можно было бы выпускать, но как бы от него отыгрывать. Нет, но всё равно я ему давал столько возможностей, когда он крысит. В итоге я мог крысить, а ты мог байтить, но просто надо уметь байтить. Надо, типа, прыгать, когда с КТ прыгаешь, чтобы не ожидали. Там раунд был, когда Саня остался один на один, он в коннекторе, он просто прыгает. Хуй по мичу вообще делать. Человек прыгает туда-туда-туда-туда. Там единственный шанс был, у Злова был Смок, и если бы ты его подобрал, то мог бы задефить бомбу. Я вот за это боялся. Но я Смока не видел там. Когда ты сам взял первый раз АУК с КТ пикнул в конн, я вообще этого не ожидал. Ты пошёл нас разъеба... Я просто понял, туда надо, короче, ходить, там не получается. Но АУК я вообще не ожидал. И Злова слева вообще не ожидал. И то по два раза, то по... А я ему ещё говорю, с этим кольтом надо в стенку стрит, потому что он вот так смотрит, типа, там торчит, торчит, да. На самом деле, друзья, я очень рад, мы все рады, наш студианалитики, что у вас есть такие эмоции, что вы довольны этим шоу-матчем, неважно, выиграли или проиграли, вам просто понравилось играть, и вы просто показали нам хороший контрстрайк. За это вам большое спасибо, мы вас провожаем отдыхать, и, соответственно, будем готовиться к следующей паре. Спасибо, ребят. Спасибо. Давай. Обидно, обидно.